МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Силовые разборки. Почему НАБУ пожаловались в ГПУ на антикоррупционного прокурора? Морской бой. Чем закончился обмен любезностями с россиянами возле острова Змеиной? Второй свидетель на связи из Ростова. Сегодня Святошинский райсуд столицы допрашивал бывшего командующего внутренних войск Украины Станислава Шуляка. Он, так же, как и Янукович, свидетель в деле экс-беркутовцев, которых подозревают в убийстве 48 участников Майдана. Все ответы Шуляка сводились к тому, что представители внутренних войск на Майдане не стреляли. Подробности в сюжете. Допрос бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка вызвал намного меньше ажиотажа в Святошинском райсуде Киева, чем допрос Януковича. Меньше прессы и нет потерпевших, только их представителей. Все остальное понакатанное. Пять экс-беркутовцев, подозреваемых в убийстве участников Евромайдана на скамье подсудимых. Видеосвязь с ростовским судом установили, временные рамки допроса определили. И хотя по этому делу Шуляк проходит как свидетель, прокурор его уведомил о подозрении в других делах. Шуляк с трибуны суда рассказывал все по порядку. По его словам, с 1 декабря внутренние войска охраняли территорию в центре города в усиленном режиме. Уже в январе 2014-го были дополнительно задействованы спецназовцы из четырех городов. Ивано-Франковска, Александрия, Крыма и Донецка. Но после убийства силовиков 18 февраля он принял решение задействовать спецназ «Омега», который был вооружен огнестрельным оружием. После 18 февраля, после того, как погибли пять сотрудников внутренних войск от огнестрельных ранений, несовместимых жизней, муною было принято решение задействовать подразделение «Омега» для создания резерва на случай дальнейшего применения огнестрельного оружия. Приказы стрелять им никто не давал. Ни 18-го, ни 20-го февраля, уверяет Шуляк. Но его люди доложили. 20-го февраля, когда были массовые расстрелы на Майдане, раздавали огнестрельное оружие в районе улицы Заньковецкой. Кто и кому раздавал, не знает. Впрочем, фамилии своих информаторов Шуляк тоже не назвал. В районе 8 часов в районе улицы Заньковецкой постами наблюдения было установлено факт выдачи огнестрельного оружия из багажника машины «Жигули» 5-й или 7-й модели по внешним признакам автомата Калашникова. По стрельбе непосредственно огонь по сотрудникам внутренних войск и милиции с утра по докладам дежурных средств объелся со стороны филармонии. О том, что стреляли со стороны Октябрьского дворца, он не знает. О стрелявших в черном камуфляже с желтыми повязками тоже ничего не слышал. По словам Шуляка, 20-го февраля начали стрелять из отеля Украины как в сторону митингующих, так и в сторону силовиков. Тогда внутренние войска и приняли решение отступать. По обстановке протестующие начали движение вверх по улице Иркутской и с обратной стороны, со стороны улицы Грушевского вокруг дома Октябрьского дворца. После того, как с Майдана были отведены войска, по которым ввелся огонь и с огнестрелил оружие. Это была симпатичная обстановка. И решение принимали, компонтировали на месте. Но несколько конкретных вопросов загнали Шуляка в тупик. О чем говорил 20 февраля по телефону с Януковичем, он не вспомнил. И почему в этот день по его распоряжению в Москву летал пустой самолет, ответить тоже не мог. Мол, летал не пустой, а с ранеными. И не в Москву, а якобы в Крым. Несмотря на то, что Шуляк путался, отвечая на некоторые вопросы, прокуроры подтверждают. Доказательств, что стреляли из огнестрельного оружия представителей внутренних войск, нет. Наоборот, подтверждает вину подозреваемых беркутовцев. Кулы, которые были выключены из тела людей, которые были выключены из фасады Украины, из номеров Украины, из дерев, это кулы калибра 7,62х39. То есть именно такой оружием были озброены сотрудники спецроти Беркута. Спецподрозділ Омега, который также был на перехрестке улиц Банковской и Институтской, и был озброен автоматичной огнестрельной оружием, также автоматами Калашника, но это был калибр 5,45. Никакой кулы, которая бы была выключена из тела людей, калибра 5,45, нет. Но адвокаты Беркутацев, которые сами инициировали допрос Шуляка, решили, эти свидетельства помогут им защитить подозреваемых. А перед перерывом заседания экс-командир внутренних войск поведал, как убегал из Украины. 26 февраля узнал, что он в розыске. В ночь на 27-е пересек границу. Говорит, пограничники его узнали и беспрепятственно пропустили. Только вот в каком пункте пропуска он пересекал границу, не признался, чтобы пограничникам не навредить. Ольга Рыцарь, Богатан Савруцкий. Подробности, телеканал Интер. Ну а что было после перерыва, нам расскажет мой коллега Ярослав Кречко. Он с нами на прямой связи. Ярослав, приветствую. Мы тебя внимательно слушаем. Да, Алексей после перерыва, Станислав Шуляк, отвечал на уточняющие вопросы и обвинения, и защиты. И в целом ничего нового он не сказал. Мол, терпели правоохранители до последнего, а агрессии отвечали лишь на действия митингующих. Какие снайперские винтовки были 20 февраля у спецподразделения Омега? Шуляк якобы не знает, кто координировал действия всех силовиков в отношении митингующих. Ответа получить также не удалось. На прямой вопрос, выполнял ли Шуляк указания тогда главнокомандующего Януковича, он начал рассказывать о процедуре получения команд, а на вопрос защиты, разговаривал ли он в те дни с Януковичем, ответил, что нет. Шуляк заявил, что он не видел, как правоохранители расстреливали и стреляли в митингующих, и даже за все время протестов он не заметил, как тетушки нападали на мирных активистов. Я видел протестующих, я видел войсок, но почему-то ни одного человека с характерными признаками тетушек я за все вот это время не наблюдал. Я могу перечислить все события, все столкновения, которые происходили между протестующими и подразделениями внутренних войск и Министерством внутренних дел. Но вот столкновение с тетушками, ну, нигде, нигде не зафиксировано. В итоге на уточняющие вопросы Шуляку ушло менее двух часов, после чего в заседании объявили перерыв до вторника. В этот день суд над бывшими беркутовцами продолжится уже в обычном режиме. Алексей. Все ясно, спасибо коллега. Ярослав Крещко был с нами на прямой связи с российского Ростова. Ну и отмечу, что сегодняшний допрос Шуляка в Ростовском областном суде прошел куда в менее напряженной атмосфере, чем его бывшего патрона. Во время визита Януковича прилегающие улицы оцепили, вывели на дежурство весь личный состав регионального центра по борьбе с экстремизмом. На сей раз, возле здания Фемиды, наша съемочная группа заметила только одну патрульную машину. В помещение, где проводился сеанс видеосвязи с Киевом, журналистов не пустили. В отдельном конференц-зале для них организовали трансляцию происходящего. Сотрудников СМИ было также не больше 10 человек. Сам Шуляк в здание суда прибыл на личной машине и, минуя прессу, проследовал на допрос через служебный вход. А уже после допроса Шуляк вышел к журналистам. Я действительно сегодня об этом услышал первый раз, об оглашении мне подозрений по таким вот делам. Но я не удивляюсь этому, потому что по неофициальным данным я знаю, что меня подозревают еще во многих инкриминируемых мне подозрениях. На территории Российской Федерации я пребываю, естественно, в согласии, то есть в соответствующих органах. Я готов давать показания в любом аспекте для того, чтобы была установлена истина. Дело о событиях 2 мая 2014 в Одессе будет рассматривать обновленная коллегия судей. Один из служителей Фемиды заболел, поэтому состав пришлось изменить. Мало того, изучать материалы придется с самого начала. Такое пожелание высказал один из обвиняемых. Судебное разбирательство о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между защитниками и противниками Евромайдана, идет уже около двух лет. Слушания часто переносятся по разным причинам. Обвиняемых более 20 человек, среди них двое граждан России. В новом составе судьи соберутся на заседание 8 декабря. Что же касается второго эпизода, пожара в Доме профсоюзов, расследование продолжается до сих пор. И когда материалы будут переданы в суд, пока неизвестно. Во время тех трагических событий, напомню, погибли 42 человека. Война структур. На сей раз антикоррупционных. Накануне генпрокурор заявил, НАБУ прислала ему письмо с просьбой привлечь к ответственности руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Юрий Луценко заявил, этим он заниматься не будет. И констатировал, здесь процитирую, теперь бюро мешает САП. И между ведомствами происходит трение. Ну вот в НАБУ все опровергают. Дескать, никого привлекать к ответственности они не просили. А просто написали жалобу на Холодницкого за то, что тот отказался подписать подозрение троим фигурантам дела о расхищении госсредств в компании МАУ и обнародовали эту жалобу на своем сайте. Сам Холодницкий в комментарии одному из изданий заявил, был удивлен, услышав о жалобе. А его зам Владимир Кривенко назвал это попыткой дискредитации специализированной антикоррупционной прокуратуры со стороны НАБУ. И заявил, в сложившейся ситуации органы должны разобраться сами, без привлечения к ГПУ. В любом случае, генпрокурор заявил, надеется примирить антикоррупционеров. Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило информацию о фирмах Данилюка. Нарушений не нашли. Об этом сказано в заявлении на сайте НПК. Там напомнили, что на основании депутатского обращения проверяли, совмещал ли министр финансов госслужбу с работой директора нескольких компаний. Каковы же основания у агентства для таких выводов? Оказывается, репутацию Данилюка обеляют его же письменные объяснения и выдержки из открытого английского реестра. Правда, в НПК, уверяют, проверили и украинский реестр, и нарушений там тоже не нашли. С ордером на обыск к харьковскому антикоррупционеру сегодня пришли в гости полицейские. В чем его подозревают и что искали, расскажет Светлана Шекера. Домой к Владимиру Рысенко следовательно нагрянули в 7.40 утра. Принесли решение судьи Печерского суда Киева с разрешением на обыск в рамках уголовного производства о хищениях на предприятии, где Владимир Рысенко когда-то работал начальником юридического отдела. Судья Белоцерковец разрешил изъять у антикоррупционера все. Компьютеры, флешки, документы, деньги. И тут первые нестыковки. Проблема в том, что в ухвале указано уголовное дело возбуждено по факту расхищения война в 2015-2016 году. Я уволился в апреле 2014 года. То есть за долго до описываемых событий. Да и в дом к юристу-антикоррупционеру пришли не те следователи, фамилии которых были указаны в документах. А действующих удостоверений у полицейских не оказалось. Будь ласка запросить зимой рука Максима Миколаевича, который сказан в ухвале. И я с задовольствием зимой рука Максима Миколаевича готовый быть защитником моего специалистного при проведении этой следственной деятельности. Я не понимаю, кто вы до этой ухвале и до этого криминального проведения. Та полиция, которая к нам приходит и под чьим руководством работает, это у нас на сегодняшний день переаттестованная полиция. Реформированная, переаттестованная, которая приходит на обыски без соответствующих документов, подтверждающих вообще их процессуальный статус. Кто они? После долгих споров полицейские все же провели два обыска в квартирах антикоррупционера. Изъяли три документа и старый мобильный телефон. Владимир Рысенко связывает произошедшее со своей профессиональной и общественной деятельностью. Одно из моих расследований касалось контрабанды угля с неподконтрольной территории на Донбасс Энерго, на Славянскую ТЭС. И этот уголь был арестован и снимал уголь. Арест с этого угля как раз судья Белоцеркви. Второе, я являюсь членом общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины. В Харьковском антикоррупционном центре заявили, от своих расследований не откажутся и сами пойдут в суд жаловаться на непрофессионализм полицейских. Правоохранители же заявляют, обыски были не только у Владимира Рысенко. В рамках расследования данного уголовного производства по факту хищения и растрата имущества полицейские по поручению Генпрокуратуры наведались еще более чем по 20 адресам. И везде искали документы, свидетельствующие о мошенничестве должностных лиц предприятия. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. 300 тысяч гривен. Такую взятку получил прокурор в Херсонской области. Сотрудники СБУ поймали заместителя руководителя Каховской прокуратуры на горячем, прямо в рабочем кабинете. За благодарность прокурор обещал закрыть уголовное производство о захвате земли и самовольном строительстве. Материалы дела в прокуратуру передали из той же СБУ. Перед тем, как взять деньги, прокурор несколько раз менял место их передачи и сумму требовал то полмиллиона, то 300 тысяч гривен, но все это не помешало оперативникам отследить и задокументировать момент получения взятки. Прокурора взяли под стражу. Второй день учений украинских военных. Они проходят в Херсонской области. Сегодня в воздух поднялась боевая авиация. Справились ли военные с поставленными задачами, знает Кирилл Ющишин. В сегодняшний день учений был запланирован как резервный. Основная фаза стрельб прошла накануне. В Херсонских степях запускали ракеты класса «Земля-воздух». Подробных характеристик этого нового вида вооружения украинской армии военные не раскрывают. Ракеты должны были сбивать воздушные цели и падать в акваторию Черного моря. Испытания проходили вблизи границы с оккупированным Крымом. Напомню, это вызвало довольно жесткую реакцию в Москве. Там даже угрожали открыть ответный огонь по позициям украинских военных. Но обошлось без провокаций. И вчера, и сегодня. Из-за маневров военной авиации воздушное пространство над южными областями полдня было закрыто. Не работали аэропорты Херсона и Одессы. Все рейсы отложили до трех часов дня. Сегодня 12 часов в Стамбул лететь надо было. Но в связи с ракетными стрельбами перенесли рейс. Я думал, что тут нас не коснется все-таки Херсонская область. И мы в Стамбул лететь перекрыли. Видно, им там виднее. Все-таки безопасность есть безопасность. После обеда авиасообщение возобновилось. Военные свернули ракетную технику на полигоне в Херсонской области. Говорят, эти учения доказали боеспособность воздушной обороны Украины. Ведь каждая ракета без исключения попала в цель. Кирилл Ющишин, Андрей Анастасов, Игорь Попов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Херсон, Одесса. Морское противостояние. Украинские пограничники и российские силовики вновь встретились в акватории Черного моря. Стражи кордона отправились собирать доказательства того, что Россия ведет добычу украинского газа на захваченных буровых установках возле острова Змеиной. Чем закончилась встреча? Репортаж Андрея Анастасова. Спецоперацию в Черном море украинские пограничники проводили накануне днем, но говорят, это никак не связано с ракетными стрельбами. Дескать, выполняли плановое задание. Отправились к Одесскому газовому месторождению. После аннексии Крыма Россия захватила здесь украинские буровые установки и добывает газ. Правда, в отличие от аналогичного сентябрьского сбора доказательств, когда на платформах засели снайперы с оружием, в этот раз россияне, почуяв, что дело идет к судебным искам, изменили тактику. Они обязаны, во время подхода наших кораблей, давать команду, чтобы те оружие особи, которые находятся на палубе, занимали какие-то помещения и были недоступны нашим засобам фото-видеофиксации. На радиозапросы захватчики буровых вышек не отвечали, а позже сюда примчался российский военный корабль. С борта Пытливого безапелляционно заявили, что установили зону безопасности вокруг вышек, а затем пошли на опасное сближение с кораблем украинских пограничников, которое могло закончиться столкновением. Букер 868, Явельбот 50, дистанция между нами сокращается. Прошу на связь, прием. Они блокируют полностью подходы украинской стороны до этих объектов, подтверждают, что они ими захопаны и контролируются полностью. Тем не менее, украинской стороне удалось зафиксировать, что Россия не только продолжает незаконную добычу газа, но и наращивает ее объемы, поставляя в район дополнительные буровые установки, также отобранные у Украины. Дополнено наявно доказовую базу, что до их незаконного отчуждения, собранные материалы уже узагальнены, и будут представлены соответствующим компетентным органам. Компетентные органы, это в частности прокуратура Автономной Республики Крым, которая временно базируется в столице и собирает материалы, чтобы в дальнейшем обжаловать действия России в международных судах. Правда, когда стоит ожидать подачи таких исков, пока неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Одесса. Печерский суд Киева наложил арест на экспонаты выставки «Скифское золото», находящиеся в Нидерландах. Документ уже передали в Интерпол. Об этом ходатайствовала прокуратура Автономной Республики Крым, временно дислоцированная в украинской столице. Запрос на арест подали после того, как Голландский музей, где ютится коллекция, отказался передавать ценные артефакты Киеву. Выставка «Крым. Золотой остров. Черноморье» отправилась для временной экспозиции в Амстердам в 2014 году и завершилась уже после аннексии полуострова. Так древняя коллекция фактически стала заложницей юридических коллизий. Куда отдавать золото с Киевов в Киев или Симферополь суд в Амстердаме решит 14 декабря. Но если вердикт будет не в пользу Киева из-за ареста, Нидерланды не смогут вывозить или перемещать экспонаты. Ситуация в зоне АТО остается сложной. Ежедневно фиксируются провокации со стороны боевиков. Обстрелы прекратились лишь на двух участках. В местах разведения сил в районе Петровского и Золотого. Побывала на передовой наш военкор. Ирина Баглай. Вот это буквально вчерашний приход. Били вот здесь, вот сюда конкретно били. Потому что здесь дорога, у нас как бы техника как-никак там какая-то передвигается иногда. 8 или 7 штук прилетело вчера. К ночи обстрел усилился. Боевики направили на села Луганское и Троицкое свои минометы 120-го калибра. Конкретно оттуда, с под Дебальцево, постоянно работает танчик. САУ работают, работают 120-е минометы, оттуда работают. Ну а здесь снайпер. Бывает, что именно днем работает. То есть мы сейчас на прицеле у них? Ну, можно так и так сказать. Черное пятно. Вот оттуда работает снайпер. Тишина обманчива и еще более опасно предупреждают военные. Всегда ждем подвохов. Это пуля с утеса. И она снарезная. Когда летит, шумит сильно. Ну, жужжит. Поэтому вот такие у нас пули. По нам. Еще одну ночь выстояли на рубеже под Дебальцево и Кадзиевкой. Бывшим Стахановым у наших без потерь. А поутру приятный сюрприз. Изумительное, что заново родился, вам честно сказать. Вопреки тому, что боевики стараются нанести как можно больше урона военным, бьют по дороге. Баня на колесах, подарок от волонтеров доезжают на нулевые позиции регулярно. Стиральная машинка, горячая вода вообще. Ну, шикарно. Парилочка, как дома побывал. Еще один знак благодарности и поддержки из мирной Украины уже в обед. Фирменный шашлык от одного из киевских ресторанов. Вот такой сюрприз приготовили 54-й механизированной бригады. На ее день рождения. Жалко, камера аромат не передает. И буквально несколько минут, с пылу жару, шашлык отправится на передовую, где еще ночью разрывались снаряды и мины. Мой товарищ, Арай Квазгенович Хачатриан, сам большой патриот Украины и человек, который делает очень много для нашей армии, для людей, которые воюют на фронте. Вот это его подарок. И наша задача накормить ребят. Мангал изобретения хозяина ресторана. На передовой находка. 15 минут и обед на роту готов. В праздничный день столичные гости успели объехать по передовой всю бригаду. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Донбасс на пороге гуманитарной катастрофы, заявил первый заместитель главы ОБСЕ Александр Хук. Он назвал шокирующую цифру. В оккупированном Луганске остались без воды сразу 600 тысяч человек. Украина перекрыла водоснабжение из-за долгов. По словам Хуга, представители ОБСЕ знали об этом и призывали стороны поскорее решить вопрос. Но реакции так и не последовало. Глава миссии отметил, больше всех из-за перебоев пострадают люди преклонного возраста. Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Документ скрепили подписями профильные министры в присутствии президентов. Петр Порошенко сейчас с рабочим визитом в Варшаве. Кроме оборонки, главы государства обсудили ситуацию на востоке Украины, выполнение минских соглашений и очередную недавнюю встречу дипломатов Нормандской четверки. Мне приятно констатовать совместность позиций Украины, Франции и Немеччины относительно дорожной карты. Россия приехала вообще без позиции. Мы, на жаль, констатуем отсутствие любого прогресса в плане обговорения и имплементации дорожной карты. В связи с неимплементацией достигнутых договоренностей, санкции против Российской Федерации должны быть продолжены. Поэтому президенты заявили, и Киев, и Варшава резко осуждают решение Еврокомиссии разрешить Газпрому поставлять больше газа в Европу во вход Украины. Я дякую за четкую поддержку позиции Украины в связи с решением Европейской комиссии позволить Газпрому увеличить прокачку газа через трубопровод ОПАЛ, что может открыть дорогу другому решению в связи с строительством Певничного потока-2. Мы решительно засудим эти решения. Сергей Лавров и Джон Керри провели переговоры в Риме. Оба приехали в Италию в рамках международной конференции. Главной темой встречи опять была Сирия, где в последнее время идут ожесточенные бои. В ходе переговоров госсекретарь США и министр иностранных дел России обсуждали режим прекращения огня и доставку гуманитарной помощи в сирийский Алеппо. Последний раз Керри и Лавров встречались в сентябре, когда стороны договорились о прекращении огня в Сирии, но все провалилось буквально спустя неделю. Москва и Вашингтон обменялись обвинениями в авиаударах и в конце концов заявили о разрыве договоренностей. Ключевое назначение. Дональд Трамп выбрал нового главу американского военного ведомства. Кто теперь будет командовать американской армией и какой будет позиция Пентагона по отношению к Украине, выяснял Дмитрий Анопченко. В этом пятиугольном здании уже 8 лет руководят те, кого назначили демократы. Причем это не военные, а скорее политики. Нынешний министр, физик и эксперт по безопасности, его предшественник был крупным бизнесменом и сенатором, но при Трампе здесь будут совсем другие порядки. Новый президент решил назначить главой американского оборонного ведомства кадрового военного. Его имя Джеймс Мэттис. Генерал морской пехоты Соединенных Штатов. Человек, о котором здесь ходят и шутки, и легенды. Мэттису 66. Он станет самым пожилым главой Пентагона за последние полвека. 44 года службы. Он прошел и Афганистан, и обе войны в Ираке. Возглавлял командование, в полномочиях которого были операции в самых горячих точках. В том числе на Ближнем Востоке. Мэттис с сожалением ушел в отставку три года назад, но все это время хотел вернуться на службу. Чтобы понять, чего ждать, от будущего главы Пентагона пресса сегодня вспомнила не только его старое армейское прозвище, бешеный пес, но и ключевые высказывания. В том числе по Украине и России. Мэттис очень жестко критиковал Обаму. Дескать, Америка недостаточно поддерживает союзников по НАТО. Он заявлял, что агрессия против Украины вопрос более острый и серьезный, чем думают в Вашингтоне и Брюсселе. Одним из первых назвал события на Донбассе войной. При этом Джеймс Мэттис не бравый вояка, как привыкли изображать американских генералов, а интеллектуал и человек со стратегическим мышлением. Ну а еще у него отличное чувство юмора, что, согласитесь, не характерно для военных. В Пентагоне даже наизусть заучивали и цитировали шутки Мэттиса. Он говорил, я не испытываю стресса, я его сам создаю. Я не теряю сна из-за мысли о поражениях, потому что я военный, просто не знаю, как пишется слово «поражение». Или вот, инструкция номер один от генерала. Используй мозг, прежде чем использовать оружие. Эти и другие фразы очень широко цитировали, но и теперь, после этого громкого назначения, явно появятся новые шутки от генерала Мэттиса. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Нобелевский лауреат покидает США из-за Дональда Трампа. Победа последнего на президентских выборах настолько расстроила нигерийского писателя Воле Шаинка, что в знак протеста он разорвал грин-карту и заявил, что больше не чувствует себя спокойно в Соединенных Штатах. Шаинка стал первым африканским автором, которого удостоили Нобелевской премии в 1986 году. Во время президентской гонки в США он и еще порядка 70 лауреатов поддерживали Хиллари Клинтон и обещали уехать из Америки в случае победы Трампа. Но решился на такой шаг по итогу пока только один. Это не все подробности этого дня. Вот что узнаете из второй части выпуска. Приграничные страсти. Стреляли таможенники по контрабандистам или нет? Подробности инцидента на границе. Пьяный полицейский разбил машину своих сослуживцев. ДТП произошло в Днепре. Во время патрулирования правоохранители попытались остановить автомобиль, проехавший на красный свет. Но водитель лишь прибавил скорости. Уходя от погони, нарушитель врезался в патрульный приус. Беглеца все же остановили. От водителя разило алкоголем за версту. А во время проверки документов выяснилось, он тоже сотрудник полиции. Ранее работал в ГАИ, прошел переаттестацию. После ночного инцидента гонщика уволили, а за нарушение правил дорожного движения ему грозит штраф. Контрабандисты и черная сотня. Сегодня ночью на пункте пропуска Шегини на границе с Польшей разыгрались нешуточные страсти. С перестрелкой и разбитыми авто. По крайней мере, так утверждает министр финансов. Но почему же тогда у правоохранителей немного другой сценарий событий, выясняла Галина Якушко. Голливудский экшен на украинско-польской границе. Пост с таким заголовком появился с четверга на пятницу на страничке министра финансов Украины Александра Данилюка в Фейсбуке. Мол, во время спецоперации между контрабандистами и членами мобильной группы противодействия коррупции произошла перестрелка. Министр описал ситуацию так. Проверяющие из Минфина, их еще называют черной или таможенной сотней, решили досмотреть четыре микроавтобуса, в которых оказалась нерастаможенная одежда. Контрабандисты вызвали на подмогу 40 человек, разбили окна микроавтобуса и попытались скрыться. По нападавшим открыли огонь. Видео, как это происходило, нет. Ни пограничники, ни таможенники ситуацию не комментируют. Военной прокуратуре Львовского гарнизона сообщили, их сотрудники выезжали на место событий и открыли уголовное производство в отношении сотрудников погран- и таможенной службы, которые пропускали через границу товар без оформления. Но вот факт перестрелки в военной прокуратуре не подтверждают. Как утверждал министр Данилюк, во время стычки пострадал один из таможенных сотников. Его якобы контрабандисты переехали микроавтобусом. В полиции Львовской области сегодня сообщили, у сотрудника черной сотни ушиб мизинца. И это пока все, что удалось выяснить по запутанным следам пограничного блокбастера. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. В Николаевке Донецкой области было совершено покушение на главу славянского райсбиркома и одного из членов комиссии. В помещении, где находились Роман Зенов и Олег Погодин, разбили окна. Никто не пострадал. Среди нападавших якобы опознали людей из лагеря полицилы «Наш край» и мужчину, который накануне, выдавая себя за журналиста, мешал работе комиссии. На место вызвали полицию, правоохранители составили протокол. Напомню, 18 декабря в Николаевке должны пройти выборы мэра и местных депутатов. Выехала следственная оперативная группа, цель этого всего, как я понимаю, просто не дать работать и сорвать под готовку кода. Начальникам полиции, насколько я понимаю, было принято решение дежурить до утра. Выехала следственная оперативная группа, есть лица, которые, возможно, причастны к данным правонарушениям. На нынешнее время проверка еще проводится и решается вопрос о внесении данных в единый реестр досудебных расследований. Снова лес кругляк. В Ивано-Франковске сегодня митинговали против отмены моратория на экспорт древесины. Возле местной облгосадминистрации собрались деревообработчики. Как оказалось, несмотря на то, что карпатские еле продолжают вырубать, мы об этом неоднократно вам рассказывали, запрет на экспорт помог украинским лесозагодовителям подняться с колен. А что будет, если моратории обменять на 600 миллионов евро кредита от ЕС? Расскажут наши корреспонденты. Я хочу вернуться к наших депутатам, чтобы мы высунули эту резолюцию, чтобы они не вздумали, тиснуть на кнопки про отмены моратория. Мы не даем вывести за межи нашей Украины ни одного километра леса. Среди митингующих Тарас Диченко вместе с отцом они владельцы вот этого деревообрабатывающего предприятия в селе Ланчин. Производят пиломатериалы. Предприятие едва сводило концы с концами, была проблема с обеспечением сырья. Качественная древесина уходила за границу. После введения государства моратория купить древесину на аукционах стало в разы легче, рассказывает предприниматель. На фирму наняли новых работников, приобрели современное оборудование. Вот эту пилораму. Объемы производства увеличились почти на 40%. Если вновь разрешат экспорт леса, предприятие ждет крах, утверждает Диченко. У меня на мораторию, в первую очередь, не будет обеспечивать предприятие сыровиною. Мне придется скоротить людей, которых я принял до работы, потому что я не смогу их обеспечить работой. Сегодня предприятие не работает. На митинг приехали всем коллективом. Представители деревообрабатывающей отрасли Верховинского района уже подсчитали. Если мораторий все-таки отменят, они потеряют как минимум несколько сотен рабочих мест. А местный бюджет – сотни тысяч гривен налогов. 12 кубометров деревины, которые перерабатываются в месяц на наших предприятиях, дают возможность создать одно рабочее место. Если сравнивать это с этим экспортом, который был до ведения моратория, это было примерно 30 тысяч кубов деревины в год из Верховинского района. Это значит, что мы снова рискуем потерять около 200 рабочих мест. В конце акции митингующие приняли обращение к депутатам Верховной Рады. Уже на следующей неделе деревообработчики намерены отправиться в Киев. Ведь там в среду депутаты должны наконец решить, отменять мораторий или нет. Максимальное содействие не только внутри страны, но и на внешних рынках пообещал украинскому бизнесу глава правительства. Какое именно будет прописано в экспортной стратегии, которую сейчас готовит кабинет министров. Об этом Владимир Гройсман сообщил предпринимателям на международной конференции, посвященной зонам свободной торговли. Впрочем, первые шаги в этом направлении уже сделаны, заверил премьер. Работает офис по привлечению в страну иностранных инвестиций. Парламент в первом чтении принял законопроект о создании экспортно-кредитного агентства, а в проекте бюджета 2017 года будут предусмотрены преференции для отечественного бизнеса. В проекте госбюджета на следующий год заложено недостаточно средств на социальные нужды. Об этом заявил лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко во время визита в Фастовский реабилитационный центр для детей с особыми потребностями. По словам Бойко, оппозиционеры не будут голосовать за госбюджет в том варианте, который сейчас предлагает правительство. В полициле предлагают свой пакет предложений, в котором предусмотрено значительное увеличение финансирования социальной сферы. Почему мы выступаем против этого бюджета? Потому что если будет урезание социальных выплат, то такие заклады это чувствуют на себе и будет улучшение условий. А наоборот, нужно допомогать людям, допомогать людям с особливыми потребами. И не только в день, когда завтра будет день людей с особливыми потребами, но и память о них и на протяжении года. Поэтому в бюджете должно закладывать достаточно денег для того, чтобы допомогать этим людям чувствовать себя уверенно, чувствовать, что государство за них пеклуется. А в Греции экономический кризис уже вывел инвалидов на улицы. Люди с ограниченными возможностями уверяют, из-за жестких мер экономии они еле выживают. Власти в обмен на многомиллиардные кредиты МВФ и Евросоюза урезали пенсии, сократили пособия и социальные выплаты. В понедельник министры финансов Еврозоны будут обсуждать с кредиторами ситуацию в Греции. А точнее, как продвигаются обещанные реформы. Греки последние 7 лет экономят из-за экономического кризиса. Теперь они опасаются, что очередной транш заставит их еще туже затянуть в пояса. Он не говорил ни да ни нет и наконец-то определился. Президент Франции не пойдет на второй срок. Вроде бы ничего особенного, но ситуация интересна. Интересна тем, что в современной истории страны еще не было президента, который бы не пытался остаться на вторую пятилетку. Почему же Алант оказался белой вороной и кто вместо него поведет социалистов на выборы? Подробнее София Гордиенко. Перед выборами он обещал, что будет не таким, как все. Я хочу быть нормальным президентом республики. И, похоже, обещание свое сдержал. Франсуа Алланда можно назвать самым недооцененным президентом Франции. При нем экономика пошла в рост, безработица снизилась до докризисного уровня 2011 года. Но рейтинг почему-то катится в тартарары. Так что отказ от следующего срока это не ельциновское «я устал, я ухожу», а его личное решение после того, как левые перессорились. Я полностью отдаю себе отчет в том, что выдвижение моей кандидатуры могло бы поставить под угрозу единство левых сил во Франции. Я обещал снизить уровень безработицы. Результаты есть, но они пришли с опозданием, позже, чем я планировал. Аллан не был сильным соперником ни для республиканца Фиона, ни для националистки Ле Пен. И хотя лежачих не бьют, в политике это правило не работает. Соперники не упустили случая покритиковать нынешнего президента. Меня это решение не удивляет. Пять лет работы его правительства были провалом. Практически слово в слово спич Ле Пен повторил и Фион. Дескать, раз уходит, значит признал свое поражение. Хотя в лагере социалистов уверены, это решение наоборот признак зрелости. Мануэль Вальс, нынешний премьер-министр, пообещал продолжить дело Алланда. Глава государства объяснил соотечественникам свой выбор. Обдуманный и взвешенный. Выбор, который требует уважения. Выбор Алланда спутал карты его соперникам и, как ни странно, укрепил позиции левых. Теперь у них один достаточно сильный лидер. Мануэль Вальс. Может, ему и не хватает классической левизны, зато у него достаточно амбиций в борьбе за Елисейский дворец. Ни для кого не секрет, что президент и люди слегка оторваны от реальности. И вот Аллант в этом плане оказался действительно нормальным. Причем настолько, что смог взять и отказаться от кресла, чего ни один из его предшественников сделать не захотел. София Гордиенко. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Украина декоммунизирована на 99%. В Институте национальной памяти отчитались, местные власти переименовали почти все населенные пункты, названия которых утверждали в коммунистическую эпоху. А это около тысячи сел и городов. Снесли полторы тысячи памятников Ленину и большевикам. Институт даже создал своеобразный декоммунизационный рейтинг, в котором лидирует Донецкая область. Там переименовали более сотни городов и сел. Чуть меньше в Харьковской и Днепропетровской областях. Ну и вот еще один культурный штрих декоммунизации. Сериал «Мастер и Маргарита» теперь можно будет смотреть избирательно. Только с первой по девятую серию. А вот десятую уже нельзя. Она под запретом. Там есть кадр, где виден портрет Ленина. Табу наложено даже на картины Тарас Бульба и «Белая гвардия». На Цвет по вопросам радиотелевидения опубликовал список нежелательного для просмотра по телевизору кинопродукта. В нем почти 550 художественных фильмов, мультфильмов и сериалов российского производства. В том числе «Брат-2», «Спасибо, что живой», «Девятая рота» и даже сказка про Федота Стрельца «Удалого молодца». Перечень составляли два года, говорится на сайте надсовета. Но список еще будут дополнять. И уточняют, составляла его экспертная комиссия при Госкино. Принцип отбора – пропаганда нацизма или коммунизма. Госкино, как известно, в подчинении Министерства культуры. Мы обратились в ведомство за комментарием, но сегодня услышать ответ так и не смогли. А вот в Днепре депутаты от оппозиционного блока выступили за отстранение Евгения Нещука от должности министра культуры. Об этом они заявили во время сессии областного совета. Представители полиц силы возмущены тем, что 22 ноября в эфире ток-шоу на одном из телеканалов Нещук позволил себе оскорбительное высказывание в адрес жителей Юго-Востока и центра страны. Депутаты Днепропетровского областного и городских советов Днепропетровщины выступили за отстранение от должности так называемого министра культуры Нещука, который допустил прямое оскорбление миллионов жителей Юго-Востока, которых он обвинил в неправильной генетике. Сегодня вот этот пещерный национализм таких как Нещук, таких как Порубий – это то, что раскалывает нашу страну. Четверо украинцев среди задержанных по обвинению международной киберпреступности. Аресты – результат спецоперации по ликвидации интернет-сети, жертвами которой стали граждане 180 стран мира. Наслед злоумышленников вышли немецкие правоохранители. Все подробности выясняла наш спецкор Татьяна Лагунова. Эту спецоперацию уже называют вызовом международной киберпреступности. Над ее реализацией трудились правоохранительные органы из 40 государств мира. Результат есть. Раскрыта глобальная преступная киберсеть, членами которой были граждане 10 стран мира, в том числе и украинцы. Сеть Avalanche – глобальный ботнет, с помощью которого киберпреступники более 7 лет осуществляли спам-атаки и получали доступ к конфиденциальным данным пользователей. Чтобы выйти на организаторов, немецкие следователи работали 4 года. Многие интернет-пользователи, у которых были украдены личные данные или сбережения, у которых был зашифрован жесткий диск компьютера, наверняка спрашивали, кто это сделал. Сегодня мы можем ответить на этот вопрос. Уже сутки бот-сеть не работает. Отключены 39 серверов, которые обеспечивали работу сотен тысяч сайтов кибергруппировки. В прокуратуре известны имена 16 лидеров преступной сети. Пятерых гражданина Азербайджана и четверых украинцев уже задержали. Один из подозреваемых при аресте в Полтаве оказал сопротивление украинским силовикам. Если кто-то думает, что интернет-преступники безобидны и не опасны, он ошибается. При задержании в Украине один из подозреваемых оказал сопротивление с применением автомата Калашникова. К счастью, никто из силовиков не пострадал. Убытки от деятельности киберсети пока не подсчитали, но даже приблизительные расчеты показывают, что речь идет о сотнях миллионов евро. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Полиция раскрыла схему вербовки наркокурьеров. Сегодня арестовали четверых организаторов. Один из них ранее занимался организацией подобного трафика в Молдове. Через объявления в транспорте и прессе молодых людей приглашали на работу якобы обычными курьерами. На собеседование обещали приличную зарплату. Но затем, под предлогом, что мест в Украине нет, отправляли в командировку. В Москву доставлять наркотические препараты. По словам правоохранителей, преступная группировка действует уже около года. И за это время в России задержали несколько сотен украинцев. Некоторые уже получили по 7-8 лет тюремного срока. Бердянские школьники ведут переписку с королевой Великобритании. Еще в апреле дети вместе с учителем на уроке английского решили поздравить ее величество с юбилеем. И отправили открытку. И, наконец, получили ответ из Букингемского дворца. Елизавета II выразила признательность за теплый привет с Азовского побережья. Открытка из Лондона с фотографией главы британской монархии теперь будет украшать школьный музей. Железная дорога против Шанель, ожившей роллинги и супер популярный спектакль о Гарри Поттере. Об этом не только. Узнайте из нашего обзора. Модель Сайз Плюс впервые на обложке ВОК. Номер с Эшли Грэхэмс выйдет в январе. Ранее обладательницу нестандартных для подиума параметров признали женщиной года. До этого издание не опубликовало снимки моделей с пышными формами. Железная дорога против Шанель номер 5. Аромат легендарных духов может полностью измениться. Из-за решения властей проложить железнодорожную ветку Марсель Ницца во французской ривьере. Для этого придется уничтожить целую плантацию Жасмина, которая используется в производстве знаменитых духов. А цветы, выращенные в другом месте, изменят аромат Шанель. Личные вещи Пеле, Мухаммеда Али и Фиделя Кастро уйдут с молотка на аукционе в Лос-Анджелесе. Среди лотов боксерские перчатки Али. Стартовая цена на них 80 тысяч долларов. Также коллекционеры смогут побороться за футболку Пеле, в которой король футбола выступал за клуб Сантос. Один из самых ценных лотов – коробка с сигарами покойного Фиделя Кастро. Все новые, давно забытые старые. Группа Rolling Stones выпустила первый альбом за 11 лет под названием Blue and Lonesome. Причем в новом сборнике ни одной новой песни. Все 12 синглов – классические блюзовые каверы и новый взгляд на старые композиции квартета. Роллинги уже успели снять и первый клип с актрисой Кристин Стюарт. Звезда саги «Сумерки» катается на винтажном автомобиле по Лос-Анджелесу, танцует на заправках и подпевает музыканта. Разлетелись, как пирожки. Билетов на спектакль о Гарри Поттере нет уже на ближайший год. Пьесу решили поставить даже на Бродвее. Премьера восьмой части «Патриады» на сцене Нью-Йорка состоится весной 2018 года. Режиссер лондонской версии Джон Тиффани уже работает над адаптацией пьесы к новой сцене. Вот вы и узнали не только самые главные, но и самые интересные подробности этого дня. Но я напоминаю, информационный вечер на этом не заканчивается, только набирает обороты. Уже через несколько минут буду рад приветствовать вас из студии ток-шоу «Черное зеркало». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова